МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С ними вас познакомлю я, Юлия Пермякова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Симфония Байкала. В Листвянке музыканты сыграют на ледяных инструментах. Комфортная городская среда. В Чите началось голосование за места, которые благоустроят по федеральной программе. Эффектный уход зимы. Сильный снегопад, обрушившийся на северные и центральные регионы Китая, создал проблемы для транспорта. Пило или не пило, вот в чем вопрос. Сразу 23 жителя при Ангаре пытаются оспорить результаты экспертизы на наличие алкоголя в крови. Люди дошли до суда, но решения пока нет. Автолюбители вынуждены ходить пешком и доказывать, они сели за руль абсолютно трезвыми. Ситуация разбирался мой коллега из Иркутска. Сейчас Иван ходит пешком, а мог бы передвигаться на авто. Проблемы с законом у него возникли еще в мае прошлого года. Тогда эксперты Иркутского областного наркологического диспансера нашли в его крови запрещенные вещества. Как следствие, лишение водительских прав и штраф в размере 30 тысяч рублей. Вот такой документ получил не только Иван, но еще 23 жителя Иркутской области. При химико-токсикологических исследованиях обнаружены вещества альфа-метилтрептамин. Узнал Иван, что в его организме находилось запрещенное вещество спустя 10 дней после экспертизы, когда пришла повестка в суд. Молодой человек тут же начал писать иски и добиваться повторного исследования в диспансере, но не смог добиться. Поэтому прошел независимую экспертизу. Оказалось, что это единственный вариант доказать невиновность. И результат для него не был неожиданным. Запрещенных веществ не обнаружено. Еще герой говорит, что сотрудники ДПС изначально вели себя довольно агрессивно. Они начали настаивать после этого на том, чтобы я прошел в патрульный автомобиль. Я отказался. Они начали говорить о том, что у меня, оказывается, выявились признаки опьянения. После чего я им начал говорить, составляйте протокол остранения, без проблем поедем. Они решили этого не делать. Просто меня из машины вытащили, мордой в асфальт обыскали. Без протокола, без понятых. Иван подал в суд и по этому факту. Сейчас молодой человек обратился за помощью к юристу. Они вновь настаивают на перепроверке результатов. Но почти всем, кто оказался в такой же ситуации, отказано. Так как вскрытие контрольного образца не допускается. Ну да, действительно, у нас произвольно вскрытие контрольного образца не допускается. А допускается только тогда, когда для этого есть основания. Вот как раз в этом случае имели все основания для вскрытия контрольного образца биологического объекта. Тем временем сотрудники областного наркологического диспансера поясняют, все сделано согласно инструкции. Это многоэтапная процедура. И эта процедура позволяет нам выявить концентрацию того или иного вещества, которое есть и определено в библиотеках. И также в списках, в перечне наркотических веществ. Необходимо понимать, что вещество, которое приводит к состоянию опьянения, вот в данном случае, озвученном в средствах массовой информации, гражданин сдавал через продолжительное время. И тот метод, который был использован по интерпретации через волосы, анализы волос, он не имеет места быть. В результатах всех экспертиз теперь будет разбираться суд. И когда наш герой, как и еще более 20 человек, оказавшиеся в аналогичной ситуации, сядут за руль, вопрос открытый. Услышать симфонию Байкала впервые в поселке Листвянка. Музыканты сыграют на ледяных инструментах. Мелодия ветра, льда и воды в дополнение с этническими мотивами погружает зрителей в небывалую атмосферу. Именно так звучит ледяная симфония Великого озера. Все здесь сделано из замерзшей байкальской воды. Все и даже инструменты. Здесь нет классических семи нот и длинных партитур. Здесь своя гармония и удивительное звукоизвлечение из любых предметов. Этот инструмент называется бянджун, то есть водяные колокола. В Китае бянджун – это просто набор колоколов. А здесь мы имитируем водяные колокола, которые в виде советского умывальника литого. И объема с водой, который мы опускаем под разными углами. Это металлический предмет, тем самым доставляя эстетическое наслаждение нашим слушателям. Кроме звучащего советского умывальника, здесь есть и настоящие ледяные шедевры. Эти инструменты скульпторы создавали изо льда около двух недель. Вместо ксилофона – айсофон, ледяные барабаны и настоящий горн байкальского дракона. Ну вот так звучит горн байкальского дракона. Мы это не придумали, мы это, сказать, изобрели. Каждый лед, он звучит по-разному. Во всем мире лед – это определенный материал, очень хрупкий, очень тонкий. К нему нужно найти подход. И вот в данном случае наш горн звучит именно так. Услышать то, что музыканты уже сыграли, больше не получится. Каждый раз, как в первый раз, это чистая импровизация. В ледяном концертном зале, который построили в поселке Листвянка, стены изо льда, а крыша – снежный занавес. Именно здесь пройдет первый фестиваль ледяных музыкальных инструментов. Сейчас ледяной концертный зал, в котором звучит та самая живая музыка Байкала, скрыт от человеческих глаз. Но вернее не от глаз, а от солнца. Фестиваль откроется 6 марта, и организаторы боятся, как бы эта ледяная сказка не растаяла. В Чите начали голосование за общественные территории, которые будут отремонтированы по программе «Комфортная городская среда». Проект финансируется не только из местного, но и федерального бюджета. О том, что сделано за три года работы и что предстоит сделать материал моих коллег из Читы. В программе «Комфортная городская среда» Читинцы участвуют уже третий год. За два предыдущих удалось получить средства на финансирование работ по благоустройству не только дворовых территорий, но и общественных. Самый заметный проект – это реконструкция площади имени Ленина. Было заменено покрытие, отремонтирован фонтан. За проведение этих и других работ Читинцы голосовали в марте, придя на избирательные участки. На рейтинговое голосование был вынесен десяток проектов. Исходя из количества голосов, и были определены места победителей по благоустройству общественных территорий в ближайшие два года. Сегодня такую же приоритетность нужно определить на перспективу. В нынешнем году до 1 марта жители нашего города имеют возможность определить ту общественную территорию, которая будет благоустроена в 2020 году. Более двух недель проводился сбор предложений от граждан, по итогам которого мы определили 9 территорий, которые будут включены в бюллетень для голосования. В текущем году Министерством территориального развития Межведомственной комиссии из Байкальского края принято решение о выделении городскому округу 96 миллионов рублей. В этом году появились две дополнительные территории. Это проект парка Аллеи на улице имени Горького и проект Северный Арбат. Наряду с этими территориями еще семь заявленных ранее объектов. Это театральная площадь, парк Коллективный труд, площадь Октябрьской революции, сквер на улице Шестиперова, а также парки Березка, Угольщиков, сквер в микрорайоне Северный. За всеми дизайн-проектами жители могут ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа. До 24 февраля мы ждем от всех жителей нашего города предложений, какими бы они хотели увидеть эти площади. Но если у жителей есть какие-то дополнительные пожелания, что бы они хотели там увидеть, они могут их нам направить в свободной форме в наш комитет городского хозяйства на Курнатовского, 46. Само голосование рейтинговое принято решение провести 26 февраля текущего года на 51 участке. Адреса списки этих участков также у нас размещены на сайте администрации города. Первоочередный по рейтингу для благоустройства в 2019 году идет площадь труда на КСК. Проектно-сметная документация по объекту уже разрабатывается. Следующий на очереди – это парк Березка. Сейчас формируется дизайн-проект и готовится необходимая документация. А по итогам рейтингового голосования 26 февраля 2019 года будет решено, какие общественные территории будут благоустраиваться в 2020 году. Далее коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока. Далее коротко о заметных событиях Сибири и Дальнего Востока. Снегопад в Китае. В некоторых регионах впервые за зиму. И хотя кто-то радуется зимней сказке, резкое похолодание, метели и быстро растущие сугробы создали дополнительную нагрузку на транспортную систему страны. Учитывая, что в эти дни многие возвращаются из новогодних отпусков, погода заставила понервничать. И так со среды по сей день. Центральные и северные регионы Китая засыпают снегом. Взмах лопатами и уже новые порции уютно укладываются на дорогах. Движение на автобанах пришлось несколько раз приостанавливать. У некоторых путешественников продлились отпуска. Мы едем из Сианя в Тяньцзинь. Прибыли в Чанчжи прошлой ночью, когда пошел снег. Люди работали все утро, чтобы мы могли вернуться домой как можно скорее. В провинции Шанчжи в снежном плену оказались около 300 автобусов и машин, следовавшие дальше на север. На помощь, чтобы расчистить им путь, бросили технику с солью и плугами. Но суровая погода и саму работу служб делает непростой. Мы будем ждать до полуночи. Если к тому времени автобусы все еще не смогут выйти на трассу, нам, вероятно, придется остаться здесь ночевать. Снег шел без остановки практически сутки. Уровень осадков местами превышал редкий для здешних мест 7,5 мм. Похожая картина дальше, во внутренней Монголии, где за последние дни температура упала на 8 градусов, до минус 20 и ниже, но здесь еще и гололедица. Ханань южнее, в центре страны, но здесь на улицах по 5 см снега. На расчистке дополнительные бригады путешественникам помогают отслеживать рейсы и билеты. В целом ситуация обещает быть недолгой. Судя по прогнозам, через несколько дней свои права начнет отвоевывать весна. Вместо силы Байкал. Знаменитый китайский художник Джоу Чан Синь, основатель нового направления в живописи, готовит персональную выставку в России. На ней он покажет и 20 полотен с пейзажами Священного озера. О том, как готовится мастер к поездке в Россию, расскажут мои коллеги из Китая. Для художника Джоу Чан Синь путешествие на Байкал стало и приключением, и открытием, и источником вдохновения. Он побывал на знаменитом озере в марте пару лет назад, когда озеро покрыто толстым слоем льда. После чего создал около 20 работ, посвященных самому глубокому пресному водоему в мире. И некоторые из них вошли в каталоги китайских и зарубежных изданий о современном искусстве. Мы ехали по Байкалу на машине. Это такой огромный каток, на котором иногда встречались ледяные глыбы. И меня поразило сочетание цветов. Небо было синее, гора красная, снег белый, а лед бирюзовый. Внутри толстого слоя льда под ногами замерзли пузыри воздуха, словно какие-то неведомые цветы. Было очень холодно, минус 30 или даже 40 градусов. И я заметил птиц, которые пролетали над озером. Я писал этот пейзаж по памяти. Завершить работу за день в духе Джоу. Он не боится суровых природных условий и часто путешествует дикарем по Китаю, чтобы почувствовать силу природы и найти вдохновение. Он закончил Академию искусств и дизайна при Университете Цинхуа и является создателем отдельного направления в китайском изобразительном искусстве, которое на русский можно перевести как «тяжелая цветная масляная живопись». Маски на его картинах многоцветные, многослойные и многочисленные. Он говорит, вся традиционная китайская живопись сосредоточена вокруг линий. Китайский художник может сделать штрих как минимум 18 способами. Мастера западных стран больше концентрируются на объеме фигур, на игре цвета и тени. Джоу Чан Син объединил и то, и другое. Я пишу пространство в несколько слоев, то есть, скажем так, в 3D-формате и смело использую яркие чистые цвета. Эти техники являются скорее западными, но при этом линии и образы в моих работах берут начало из китайской живописи, которая традиционно выглядит более плоской. В 2006 году картина Джоу Чан Син под названием «Дуб Китая» была продана на аукционе за 1 миллион 900 тысяч долларов. Это восьмиметровое полотно в теплых тонах изображает реку Хуан Хэ. Тогда имя китайского художника стало известно всему миру. У него масса последователей и учеников. Джоу Чан Син является ректором Института искусств при Юньнаньском университете. Кроме того, существует фонд под его именем, который 8 лет поддерживает молодых художников и за это время открыл более 140 юных талантов. Джан Ань – один из них. «Художественный стиль, в котором я работаю, не похож на стиль моего уважаемого учителя. Он иногда даже может сказать, зачем ты так подробно написал мусор на этой картине. Ты же не фотоаппарат, а художник. Но на самом деле я чувствую огромную поддержку с его стороны, и это самое главное». Выставки картин Джоу проходили в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также Италии, Франции, Германии и других странах. Сейчас известный китайский художник планирует провести выставку в России, но поскольку он очень занят, случится это не раньше следующего года. Василис Мукашевич, Цидзин, Лимин, Сиджитян. Со 2 по 12 марта в Красноярске пройдет 29-я Всемирная студенческая зимняя универсиада. В этот раз Монголия будет представлена в пяти видах зимнего спорта. В Россию приедет 13 спортсменов. Особые надежды возлагают на фигуристку Морал Эрдены. Девушка живет и учится в Японии и успешно тренируется под руководством тренера из страны восходящего солнца. Сообщает портал Монголия сейчас. Это все, о чем я успела рассказать вам к этой минуте. Самые актуальные новости из соседних регионов и стран. На эфире ТВКОМа смотрите каждый будний день в 20 часов 10 минут. С вами была Юлия Пермякова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова